Актер в России, он работает в театре и его иногда приглашают в кино. В Америке это по-другому. В Америке такого нет. В Америке ты актер ровно столько, сколько ты этим можешь профессионально жить. Это съемки в кино, съемки на телевидении, работа в театре, также работа как актерский коуч, как актерский тренер, треновать детей или взрослых. И обязательно, в обязательном порядке, это работа голосом. Очень много людей считает, что ты только тогда актер, когда мы тебя узнаем, когда мы тебя знаем из фильмов, из кино и так далее. Но это другое, это celebrity. А актеров в Америке значительно больше, чем celebrities. Актер может пройти возле тебя в поезде метро или может пройти рядом с тобой на улице и ты никогда не будешь знать. Но все те рекламы, которые ты слышишь, голос за кадром, это все актеры. Ты никогда не должен в Америке платить агенту. Агент получает деньги только тогда, когда их получаешь, что и они получают процент, то есть комиссию из тебя. Это 10 процентов. Получить агента, да, это очень важно. Все хотят получить агента и очень как бы хотят пробиться каким-то важным агентом. Агентств в Нью-Йорке тьма тьмущая. Вообще во всей Америке есть SEG, это Screen Actors Guild, гильдия актеров экранов. И в этой гильдии состоит, по-моему, 168 тысяч актеров. Брэд Питт и Анджелина Джоли и даже Джулия Робертс и вот все вот наши вот великие, они все члены профсоюза. Профсоюз иногда бывает очень хорошо. Для меня самое главное, что в профсоюзе хорошо, это то, что они дают медицинскую страховку. Мне кажется, что если я в неделю получаю как минимум три прослушивания, то это значит, что я на правильном пути. Если из этих трех прослушиваний я получаю, скажем, одну работу, то это та работа, которая мне позволяет дальше как бы комфортно себя чувствовать и жить. Занятость бывает совершенно разная. Бывает, что, как говорят в Америке, когда маленький дождик, то проливной дождь. Бывает, что за одну неделю сходишь на пять прослушиваний и трое из них тебя хотят. Бывает затишье, бывает реально, что полтора месяца, может быть, месяц, ни звонка, ничего. Поэтому, как актер, ты должен быть очень такой активный. Если ты сидишь и ждешь, что у тебя позвонит телефон, он не позвонит. Он никогда не позвонит. Ты должен сделать так, чтобы он зазвенел. Это не озеро и даже не река. Это против волн океана. То есть, это нелегкая профессия. Нужно быть чуть-чуть, наверное, таким сумасшедшим или чуть-чуть отважным, каким-то отчаянным для того, чтобы в этой профессии существовать. Пока что, вот мне, для меня это и есть существование. Это бесконечный какой-то такой хассл, какой-то драйв, бесконечное движение. Точно так же, как некоторые люди не могут жить в Нью-Йорке, потому что нравится какой-то такой штиль, им нравится, чтобы не было людей, им нравится сесть в машину, проехать милю, выйти в магазине, потом проехать другую милю, выйти на работе и так далее. А в Нью-Йорке совсем по-другому. В Нью-Йорке ты выходишь, и ты реально просто локтями пробиваешься через метро. Ты, я не знаю, даже купить ту же чашку кофе для того же агента, ты должен выстоять в какой-то очереди из 15 человек и так далее. Это все какое-то движение. И вот это движение для меня сейчас жизнь.